Чуть пошире стойку. Хорошо. Руки в стороны. Руки за голову. Руки вверх. Руки вперёд. Под ногами воспитанников центра Садко баланс борды. Это такие многофункциональные тренажёры в виде изогнутой доски, которые применяются для стимуляции мозжечка. Он отвечает за координацию движений, мышечный тонус и равновесие. Учитывая, что заниматься в реабилитационное отделение Садко приходят дети с разными нарушениями в подвижности, занятия на сибирских бордах для них эффективны. Упражнений масса. Многие рождаются прямо во время тренировок. Например, сегодня упражнение по перекату медицинбола придумал сам ребёнок. Он встал в широкую стойку, поставил мяч между ног и начал наблюдать за этим мячом. То есть мы переключили внимание мозга на сам мяч, на то, чтобы его удержать, на то, чтобы он катался. А это Тамерлан и Варвара Блинаовы. Люди, благодаря которым в Садко и появились эти реабилитационные доски. В июле пара поженилась. На свадьбу молодожёны попросили своих гостей не покупать для них цветы, а поддержать финансовую идею подарить центру 10 сибирских бордов. Хотели, чтобы начало нашего семейного пути сложилось с какого-нибудь хорошего отдела. Есть устоявшиеся правила, свадьбы, которые ты приходишь, даришь цветы. Если не подарил цветы, плохой гость, если подарил цветы, хороший гость. И поэтому многие люди просто терялись от того, что... Ну как вот мы... И всегда многие звонили, когда получали, говорили, ну как стоять без цветов. Я говорю, если вы будете без цветов, то будет лучше. Молодые люди узнали в Садко, что лучше приобрести для детей. Хотелось подарить то, что будет приносить пользу. Им рассказали о сибирских бордах. Пара связалась с производителем. Доски изготовили на заказ в Краснодаре. По готовности получили и лично передали тренажёры в Садко. Информация об этом поступке мгновенно разлетелась по городу. Супруги стали получать восторженные отклики. Говорят, их это очень удивило. Думали, принесут, отдадут и всё на этом. И вообще, а что такого они сделали? Ведь просто помогли детям. Со школы ещё учили как-то помогать тем, кто младший. Очень большая волна, которую все паблики городские буквально охватили. Очень много людей пишут про это. Но я на самом деле не ожидал, что будет так. Не думал, что так будет, что все будут про это знать. Скорее всего, это не наших с мужем рук дело. Это те люди, которые не остались равнодушными. Приходили, присылали, отвечали, откликались. Которые помогали во всём этом. А горожане пишут слова благодарности и восхищаются поступком пары, потому что исходит он от сердца. Искренний. От желания делиться с окружающими своим счастьем и возможностями. Это тот оброк, которым нам учили. Мы в школе ещё, мы с мужем 10 лет почти вместе. И поэтому ещё со школьных времён пытались что-то делать. Мы были волонтёрами вместе, снимали ролики. То есть это для нас как-то, ну, может быть, привычно, обыденно. И поэтому, когда во взрослой жизни стало получаться что-то большее, почему нет? Тамерлан занимается волонтёрством через профсоюз своего предприятия. С коллективом не раз бывал в садко с подарками. А вот лично впервые. Дети прям с удовольствием работают на этих досках. Для них это новое. Мне очень нравится. Тут можно качаться, скатываться, когда перевернуть и заниматься. Варвара и Тамерлан рады видеть, что их подарок заинтересовал детей. Доставляет им удовольствие и помогает становиться крепче. Значит, всё было не зря. Даниэла, бросай мяч. Бросай. Мне бросай. Молодец. Готовься. Я зашёл, у меня сразу улыбка. Светлое только чувство, эмоции, когда видишь всё. Внутри приполняют бабочки. Они летают, радуются. И хорошо, что вот именно так получается, а не как по-другому. Я была под впечатлением от этого поступка. Вчера в ВКонтакте я увидела про них статью и написала «Красивые пары, красивые поступки». Поступок не сколько красив, вот сейчас думаю, сколько он даёт за дел на будущее другим. Не обязательно это делать на свадьбе, да, не обязательно это делать в Садко. Но совершить доброе дело, я думаю, для своей души очень хорошо. Собираются ли помогать кому-то ещё? Говорят, что да. Кому жизнь покажет. Ведь желание поделиться приходит не по заказу, а по зову сердца. Мария Яновская, Евгений Шевченко. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.